Итак, друзья, по возвращении с Балаклавы мы с Опиолент обратно в наше место Ночлега решили заехать в Форосскую церковь Опять же под колоритную местную мелодию Форосская церковь Мы где-то далеко-далеко на второстепенных улочках Турции Ну, а теперь, друзья, давайте уже без местного колорита просто пройдем и полюбуемся красотами данного места Так, одноразовые стартуют в свой, надеюсь, не последний путь Так, тетя пытается выехать У него это хреново получается Давайте мы ее лучше пропустим Не оставляйте вещи, документы в машине воруют Так, ну, друзья, предлагаю для начала обойти все Посмотреть, какие виды открываются с данной площадки А виды должны открываться неплохие Ибо церковь находится на высокой-высокой скале Субтитры создавал DimaTorzok Ах, какой шикарный прохладный морской приз Сегодня днем было очень жарко 30 градусов Мы показываем термометр в нашем автомобиле Итак, друзья, виды Виды, да Виды неплохие Вот оно, везло севастопольское шоссе По которому мы двигались в сторону Балаклавы И города-героя Севастополь Итак, перед нами церковь Воскресения Христова Воснародье Форосской церкви Называют ее одним из чудес Крымского пловострова И на это есть все основания Построена она на отвесной скале Скале Красная Высотой 412 метров над уровнем моря Да, здесь бы поставить палатку Ах, ребята Ах, ребята Ах, ребята А вообще, друзья Советую всем, кто будет, например Возвращаться после прогулки По Севастополю Или Балаклаве И обратный путь будет лежать По Севастопольскому шоссе Ну, в сторону Ялты, предположим Вот Как раз вот по этому Самому шоссе Советую в навигаторе Поставить промежуточную точку Именно вот это вот Храм На высокой скале Заехать в эту Фаровскую церковь И здесь немножко Побродить И дорога очень живописная По старому Севастопольскому шоссе Встречаются Интересные такие вот Видимо Старые Родники Которые облагорожены Выведена труба Можно подойти Набрать водички Попить По поводу попить Не знаю Но я попил Пока жив Итак В конце 19 века Земли Фороса Принадлежали Чайному магнату Александру Кузнецову Он не жалел Ни времени Ни средств Для обустройства Этого Приморского поселка Вот как раз Он и Был инициатором Строительства Этой церкви Существует легенда О церкви Воскресения Христова Однажды Дочь Кузнецова Ехала в карете Запряженной лошадьми Она возвращалась домой В Форос По новому шоссе Соединяющему Между собой Севастополь И Ялту В какой-то момент Кучер потерял контроль Над лошадьми И они очень быстро Понеслись вперед К обрыву Но у самого Края скалы Они остановились И девушка Осталась невредимой На самом же деле Церковь Воскресения Христова Была построена После железнодорожной Катастрофы На станции Борки В которую попал Император Александр Третий Со своей семьей К счастью Никто из членов Императорской семьи Не пострадал Такое чудесное спасение Стало как раз Поводом для Возведения Нового храма И в 1892 году Церковь Вознесения Христова Была построена Как раз На этом месте А вот как раз Внизу Видно кусочек Старого Севастопольского Шоссе По которому Непременно Стоит проехаться Если вы едете Из Севастополя Куда-нибудь В сторону Ялты В августе 1997 года В стенах Храма Произошло Трагическое Событие В церковь Ворвались Злоумышленники Убили ее Настоятели Отца Петра Их целью Стали деньги Которые были Собраны На покупку Иконостаса Иконостас Все-таки Был куплен Резное Выполнено Из моренного Дуба Он является Украшением Церкви Воскресения Христова Продолжение следует...